Смотрите, вот это супер AI-агент, либо AI-ассистент, которого мы создали с вами на сервисе с помощью сервиса N8N. И поначалу кажется, что он какой-то сложный. Зачем с этим всем заморачиваться, если можно сделать обычного AI-ассистента, AI-агента, которого основная задача, это когда к нему приходит запрос, он, соответственно, этот запрос будет отправлять в другие отделы, которые будут с этим запросом работать и эту задачу выполнять. То есть, когда мы создаем главного AI-ассистента, у меня есть подробное видео на эту тему, он выглядит примерно так. Но здесь есть несколько проблем. Первая проблема, когда у нас становится больше задач, то есть появляется большее количество отделов, с которым нужно взаимодействовать нашему главному AI-ассистенту, либо AI-агенту, то, соответственно, увеличивается и вот тот самый промпт. То есть, вот этот промпт от большего количества задач, от большего количества отделов, он увеличивается. Потому что ему нужно подробно расписать, кому он должен делегировать ту или иную задачу. В итоге, если увеличивается промпт, то появляется высокий уровень галлюцинаций. То есть, он с большей вероятностью может отвечать неверно, либо отправлять задачу неверно, что как бы нам не совсем подходит. То есть, мы не хотим, чтобы там 30, даже там 10% от тех задач, которые мы ему отправляем, чтобы с 10% задач он не справлялся. Поэтому и мы построили вот этого супер AI-агента. В чем его преимущество? Ну и вторая, соответственно, проблема. Когда у нас становится больше промпт, мы тупо начинаем больше платить за исходящие токены. То есть, за те токены, когда мы отправляем задачу непосредственно в чат GPT. В итоге, ответ от такого главного AI-помощника, он становится в разы дороже. Как исправить эту проблему? Исправляется эта проблема вот как раз с помощью вот именно этого супер AI-агента. Давайте в этом видео я вам подробно покажу, что это, как он работает. Ну и вы сможете вместе со мной построить такого AI-агента себе. Да, вы сейчас можете со мной пошагово пройтись и создать похожий шаблон именно для себя, для главного AI-ассистента, либо супер главного AI-ассистента, либо скачать этот шаблон, то есть нажимаете три кнопки «Import from file» и выгружаете этот шаблон. Все шаблоны находятся в первом закрепленном сообщении под этим видео. Вы, либо в описании к этому видео, вы просто переходите, попадаете в Telegram-бота, и Telegram-бот подробно вам рассказывает, где и как вы можете скачать в Telegram-канале этот и другие шаблоны и подробные инструкции. То есть все шаблоны, о которых я говорю в своих видео, они все находятся в этом Telegram-боте. Он вам подробно расскажет, как получить тот или иной шаблон. Я считаю, что легче просто загрузить такой шаблон, посмотреть его визуально, как это выглядит и уже адаптировать под себя, чем создавать все это снова. Значит, давайте я вам покажу, как это работает. Значит, у нас есть два варианта шаблона. Это через Telegram и через, соответственно, чат. Я буду показывать именно через Telegram. Мы открываем Telegram и задаем ему следующий вопрос. Что ты умеешь делать? То есть обычный, стандартный вопрос. Нажимаем «Test workflow» для того, чтобы пройтись и посмотреть, соответственно, как он будет отвечать. И смотрите, он… Сейчас каждый шаг мы с вами разберем. И сейчас он обращается, соответственно, к искусственному интеллекту и должен нам ответить на наш вопрос уже в Telegram. Все, он ответил и он написал. Значит, первое – управление задачами. Второе – работа с электронной почтой. Третье – календари. Новости Hacker News, Reddit, веб-поиск, YouTube. То есть он оказывает, что он умеет делать. То есть что умеют делать вот эти вот AI-агенты, AI-помощники, AI-отделы, которые к нему подключены. Значит, в чем его уникальность? И что делает его супер-AI-агент? Во-первых, у него здесь стоит именно динамический промпт. Что дает нам динамический промпт? Смотрите, промпт очень короткий. Промпт очень короткий. Он в промпте просто указана сегодняшняя дата. Здесь указан какой-то промпт, либо ссылка на какой-то промпт. И все. И, соответственно, его задача. То есть промпт максимально простой и максимально короткий. Что это позволяет делать? Когда, во-первых, экономить большое количество токенов. Во-вторых, если мы сравним вот с нашим главным ассистентом, который расположен здесь, то мы видим, что в промпте здесь не так много задач, но промпт в несколько раз, соответственно, больше. За счет того, что нам нужно про каждый отдел, который к нему подключен, отдельно, соответственно, записать, что делает этот отдел. И когда к этому отделу будет обращение, что ему необходимо сделать. То есть огромный промпт сокращается до минимального. За счет чего он сокращается? А за счет того, что мы здесь в самом начале установили так называемый текст-классификатор. То есть это AI-агент, который здесь подключена 4.1 версия Nano. Почему 4.1 версия Nano? Потому что она, во-первых, новая. Во-вторых, она на данный момент самая как бы быстрая. Если посмотреть на сайте OpenAI, то одна из самых больших, самых быстрых моделей. То есть мы здесь подключили 4.1 Nano к текст-классификатор. И в этом тексте-классификаторе мы забили небольшой промпт. То есть твоя задача, когда к тебе будут приходить, соответственно, запросы, ты должен понять, к какой классификации он этот запрос относится. Например, какие здесь есть классификации? Веб-поиск, поиск в интернете. Как только мы его попросим через нашего главного ассистента найти что-то в интернете, он будет понимать, что это категория веб-поиска. Что он сделает? Он определит, что это веб-поиск и передаст, соответственно, данные вот сюда, в веб-поиск. Вот, веб-поиск. Здесь в веб-поиске отдельно забито, соответственно, промпт для поиска. То есть все, что мы должны были забивать, вот этот вот промпт и инструкцию сюда, мы ее отдельно забили сюда. Для того, чтобы когда она нам понадобится, она в 99% случаях нам не нужна, но в одном процентном случае она нужна. И когда она нам понадобится, соответственно, наш классификатор поймет, что здесь запрос именно на поиск в интернете, он активирует этот промпт и этот промпт отправится, соответственно, нашему и агенту. То есть мы не сюда забиваем этот промпт нашему и агенту, а сюда, для того, чтобы когда она понадобится, он этот промпт ему отправил. Например, мы ему задали вопрос, да, какой вопрос мы ему задали. Что ты умеешь делать, да? Он ответил, что он умеет делать. Я сейчас подробно останавливаться на этом элементе не буду, потому что у меня есть подробное видео о том, как настраивать телеграмм. Там все это подробно расписано, какие здесь ставить промпты, для чего каждый элемент нужен. Обязательно посмотрите это видео. Но смотрите, к нему пришел запрос, что ты умеешь делать. И этот классификатор уже начинает думать, да, кому отправить этот запрос, то есть кто должен ответить на этот запрос. Он выяснил, что на вопрос, что я умею делать, отлично справится help prompts, то есть помощник по этому специалисту. То есть помощник, в котором собрана большая информация, который знает, что нужно делать в том или ином случае, когда к нему приходит вопрос, что мне нужно сделать. Вот. И когда он определил, что это help prompts, то есть это prompt, который отвечает за помощь, то он, соответственно, отправляет эти все данные агенту. И агент получает уже сообщение, да, что ты умеешь делать. Он получает prompt, который нужен, который мы раньше вбивали в нашего главного агента. Теперь он вбивается через вот такой вот код prompt. И мы здесь еще добавили память, то есть для того, чтобы мы конкретно по этому вопросу у нас создавалась память. База данных мы здесь используем в качестве памяти zep, тоже сейчас чуть позже подробно расскажу о нем. И, соответственно, он начинает обращаться, во-первых, в память, да, вспоминать, что он умеет делать. Во-вторых, он обращается к информации в этом prompt, то есть рассказывает, что он реально умеет делать. И, в-третьих, он, соответственно, генерирует нам ответ и отдает нам ответ. Например, если мы его попросим найти, например, какую-то новостную статью на Hacker News. Давайте это как раз и сделаем. Например, так. Покажи топовые статьи Hacker News по теме AI. Переходим в нашего агента, нажимаем Task Workflow. И он как раз обратился к ноде Hacker News. Отправил эти данные сюда. Смотрите, Hacker News. И давайте посмотрим, какой ответ он нам выдал. То есть он нам дал топовые статьи с Hacker News по теме AI. Где расписал, соответственно, сколько здесь очков, сколько здесь комментариев к той или иной статье. То есть подробно расписал те статьи, на которые следует обратить внимание на сайте Hacker News. И все это он сделал опять с уменьшением количества токенов. Смотрите, да, если перейти на промпт, то что мы здесь видим? К нему пришел вопрос, да. Покажи топовые статьи Hacker News. То есть это главный промпт. Дальше он прописал промпт. Значит, промпт, который расписан как раз в ноде Hacker News. Он сначала еще, видите, даже пошел на поиск, но потом понял, что, соответственно, эта задача не для поиска. Он пошел на Hacker News. Здесь простой промпт, что ты должен вытаскивать статьи определенные с Hacker News. И этот как раз промпт он и передал сюда главному AI агенту. И главный AI агент понимает, что сейчас нужно выполнять эту задачу с помощью ноды Hacker News. И он обратился к ноде Hacker News с тем запросом, который ему необходим. Но здесь также еще. Ну и плюс, соответственно, обработал это все и отправил нам ответ. То есть каждый запрос, который мы ему отправляем, он обрабатывает не на уровне AI агента. А он обрабатывает здесь, на этом уровне, на уровне маршрутизации. И отправляет, соответственно, уже AI агенту чистый промпт и чистую задачу. AI агент с меньшим количеством токенов, соответственно, справляется с этой задачей. И это экономит нам, во-первых, большое количество денег, которые мы используем, токенов для работы с AI агентом. И, во-вторых, не загромождает нашего AI агента. Когда у нас появляется какая-то новая свежая задача, нам не нужно изменять весь промпт. Нам достаточно сюда добавить еще один элемент. Да, вот один элемент. И здесь прописать, соответственно, что, когда необходимо вызывать этот элемент. Например, YouTube. Когда необходимо найти какое-то видео на YouTube. Backup. Когда нам необходимо сделать Backup. Все эти шаблоны, все эти команды, которые здесь есть, мы все эти шаблоны строили на этом канале. Обязательно перейдите, посмотрите видео. Либо они все есть, эти шаблоны в нашем телеграм-канале. Ссылка находится под этим видео. И он понимает, что нужно сделать, когда... То есть, кому обратиться. И дальше идет уже чистый промпт, Backup. Он перейдет сюда и, соответственно, даст задание workflow рабочему пространству, который отвечает за backup шаблонов, которые есть на нашем... Когда мы разворачиваем, соответственно, на своем сервере N8N и не платим, соответственно, подписку. Он отправляет этот запрос сюда. И так наш AI-агент с большей вероятностью выполняет те задачи, которые необходимы. Но, как вы заметили, здесь, кроме самого промпта, здесь еще есть такая штука, как Memory. Memory Hacker News. Что это делает? Что это позволяет делать? У нас здесь включена память. Что значит память? Память, которая также динамическая. И в зависимости от того, кому идет запрос, мы сохраняем ответ, сохраняем запрос в нашу базу данных, для того, чтобы в будущем мы быстрее могли обрабатывать этот запрос. Например, я сейчас спросил, покажи топовые статьи Hacker News по этой теме. Он сказал, что вот такая-то дата. Он забил этот запрос в свою базу данных. Вот мы можем перейти в ZEP, Users. И вот, наверное, вот этот вот последний запрос. Да, вот Hacker News. Вот он обращался к Hacker News. И здесь, соответственно, информация о том, какой был ответ и какой был запрос. И в будущем, когда мы его спросим по какой-то тематике, он опять обратится к этой базе знаний, к этой памяти и даст нам уже ответ намного точнее. То есть он будет постоянно обучаться даже в рамках памяти. То есть не только в рамках эоагента, но он будет помнить все запросы по определенной тематике. И будет лучше отдавать эти запросы. Еще как можно усилить, либо улучшить. То есть давайте перейдем в эту ноду. И здесь вот написано, да, что это вот memory, в какой раздел необходимо записывать, соответственно, эти данные. Эти данные необходимо записывать в раздел Hacker News. Проверяем. Hacker News. Окей. Если раздела нет, он этот раздел создает. Хорошо. Значит, как еще можно усилить? Можно поставить сюда общую память для этого эоагента. Для того, чтобы у него сохранялась вся память, все запросы, которые, соответственно, мы ему будем отправлять. Здесь просто прописываем тогда вручную. All Memories. Он создает раздел All Memories. Эту ноду убираем, эту подключаем. И он будет всегда обращаться именно к All Memories. И на основе своей старой памяти вытаскивать оттуда данные, что он выполнял, как он выполнял то или иное действие. Нужно забить что-то в календарь, активируется, соответственно, он понимает, что необходимо обратить, надо отправить главному эоагенту промпт по работе с календарем, а главный эоагент уже отправит сюда данные. Здесь просто для примера все размещено. Нужно найти что-то на Reddit, он пойдет к этому эоагенту. Нужно найти что-то в интернете, он пойдет к этому в Википедии, к этому ссылку на YouTube, выполнить какой-то другой процесс. TikTok, Reels, Hagen, Avatar. Все эти видео, соответственно, у нас есть. Мы просто сюда подгружаем те шаблоны, те рабочие пространства, которые нам необходимы. Ну и, конечно, инструмент Fink я теперь добавляю во всех свои видео, потому что это один из таких самых полезных и интересных инструментов, когда у нас сложная задача, он всегда может остановиться и подумать. Посмотрите, также подробное видео на эту тему есть. Поэтому я считаю, что именно вот такой вот эоагент будет лучше, во-первых, выполнять те задачи, которые к нему приходят. Во-вторых, он будет лучше справляться с теми заданиями, которые к нему приходят. Ну и, в-третьих, он будет намного дешевле, чем наш стандартный предыдущий ген. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на канал, подпишитесь на телеграм-канал. Ссылки все находятся в первом закрепленном сообщении, либо в описании. С вами был Грязуевич. Пока!